От одного клика мышкой до крупного штрафа. Чуть больше года судебных разбирательств. 20-летняя Ивановка Елизавета Красикова предстала перед судом за призывы к насильственному изменению конституционного строя России. 2 марта прошлого года девушка разместила на своей странице в социальной сети ВКонтакте текстовую запись обращения украинцев к народам России. Писала Лиза несобственноручно. Это был так называемый репост из группы. Елизавета себя виновной не считает. Говорит, что разместила пост исключительно для обсуждения с друзьями. Кроме того, ее не устраивает судебное разбирательство в целом. Два свидетеля, которые давали показания против обвиняемой, пожелали остаться инкогнито, под псевдонимами. Принимая решение, судья Денисова отметила отсутствие отягчающих обстоятельств и ряд смягчающих. Ранее Красикова не была судима, имеет положительные характеристики, сотрудничала со следствием, в настоящее время себя материально не обеспечивает, поскольку беременна. Однако оправдание, на которое в глубине души рассчитывала Лиза, не последовало. Прокуратура считает приговор гуманным. Санкции статьи 280 УК РФ, по которой Лизе вынесли приговор, предусматривают не только максимальный штраф в 300 тысяч рублей, но и лишение свободы. Ну, я надеюсь, что эта мера без изоляции от общества, дело в том, что наказание за указанные преступления предусматривается и в виде лишения свободы на срок до 4 лет. Я полагаю, что данное решение достаточно гуманно, с учетом как раз беременности подсудимой. Но наказание в виде штрафа, я думаю, что и тот срок рассрочки позволит осознать те действия, которые были инкриминированы и законом признаны как экстремистские. То, что Лиза опасность своих деяний не осознавала, суд посчитал неправдой. Однако доподлинно выяснить, о чем действительно думала девушка в ту злополучную минуту, когда делала репост, уже не получится. Сторона обвинения утверждает, что у меня был какой-то злостный умысел призвать кого-то каким-то действием насильственным. Это неправда. Вся информация в социальной сети на моей странице размещается с целью обсудить. Я думаю, теперь каждому нужно быть осторожнее в том, что он размещает в социальных сетях, потому что, как мы видим, они отслеживаются спецслужбами. Также нужно быть осторожнее в высказываниях. Это, конечно, не есть хорошо, потому что это цензура. Значительная часть тех, кому надо быть осторожнее, пришла поддержать Лизу в суд. Своих оппозиционных взглядов она не скрывает, а потому и круг общения у нее соответствующий. В Твиттере уже появились предложения помочь осужденной с оплатой штрафа.